Нет. Ну, во-первых, у нас эти попытки были. Количество проблем, которые сегодня мы имеем, и коррупционная составляющая, которая очень сильно покрыла наше общество во всех отраслях и сферах жизни и деятельности, особенно связанных с чиновниками, с государственными людьми, она постоянно сталкивает людей к недовольству, к проблемам. Сегодня один нередивый начальник правоохранительных органов, любых правоохранительных органов, может стать страшным разложителем для сотни тысяч людей, потому что какую-то серьезную, очень серьезную проблему в наше время уже скрыть нельзя. Она будет доставлена. И противопоставить интернету, закрыть эту проблему, при том, что сегодня, если раньше были единицы, и они национально находились и могли смотреть, то сегодня молодые люди в интернете ежесекундно, даже находясь в гостях, на спортивных мероприятиях, прошу прощения, в театре, когда есть такая возможность, и так далее, хоть там и запрещают, они ежесекундно. СМСки, какие-то там другие вещи, контакты и так далее. И второй момент. Современные гаджеты, это и камера, это и носитель, это все скрыть и потом достать вот эту информацию, сегодня невозможно. Поэтому многие из должностных лиц это не понимают, что тема, о которой мы с вами говорим, она готовится искусственно. И когда есть 300 человек смотивированных, хорошо подготовленных, а их готовят, то набрать вокруг себя по 500 человек, где-то недовольных и заинтересованных, не так-то просто, не так сложно. И я думаю, что эти проблемы в любой стране, кто пытается этим заниматься, будет постоянно. Поэтому, чтобы проблему решить, должна быть открытость, гласность. Вот то, что сегодня делает президент. Но не показывая истинные последствия того, что есть, это приведет к большой проблеме. Когда в прошлом году, 30 декабря, приехав с Майдана, там 100 человек с Украины сказали, мы вам устроим и поможем организовать Майдан здесь, возле Государственной Думы, а люди, которые манипулировали молодыми людьми, я был свидетелем вот здесь, возле Думы. Когда в одночасье, глядя на телефон, тысячи полторы молодых людей разворачивались в течение одной секунды и шли в другую сторону. И это была тренировка. И сегодня мы, говоря об этих всех вещах, хотим сказать, что власть сегодня не допустит втянуть страну в такое безобразие. Сегодня есть другие способы, политические, трибуны, партии, которые позволяют вскрываемые проблемы довести, выложить, сказать, об этом говорить, обратиться к должностным лицам и так далее. Но сегодня совершить такой переворот, как Майдан или Тахрир, который был в Египте, в России, на мой взгляд, власть не позволит. И самое главное, сегодня и гражданское общество будет сопротивляться. Буду сопротивляться я и мои афганцы. Будут сопротивляться люди, которые сегодня создали и представляют Майдан. Там много судей, их антимайдан, много таких известных людей. Есть другие общественные молодежные организации, которые их пытаются показать ручными или какими-то там так далее. На самом деле это умные, талантливые люди, которые знают, что наш мир несовершенен. Но впасть в пропасть и создать такой бардак, который сегодня по всему миру проходит, это на самом деле очень легко. Я думаю, что сегодня и власть, и гражданское общество в целом достаточно эффективно работает в этом плане. И самое главное еще и второй момент, что мы об этом говорим откровенно. Вот так, сядя, глядя друг в другу в глаза, мы же говорим откровенно. Я готов и слушать, готов помогать, слушать, наказывать нерадивых преступников. Но ни в коем случае я не соглашусь, что под видом благого дела люди начнут творить непростые вещи. Армения. У Молдови проблем и нюансов в тысячу раз больше. Но руководство там ведет себя правильно. А вот руководство Армянской Республики, оно и в БРИКС, Евросоюз, и с Россией хорошо и так далее. Поэтому смотивированы, ангажированные молодые люди, которые вдруг встали за повышение там на несколько копеек тарифы на энергоресурсы, мне кажется, что выглядит очень смешно. Потому что эти молодые люди, которые пытаются играть в Робин Гудов, и даже не знают, какие тарифы и какие там выплаты проводят их родители за ту или иную услугу. К сожалению, это современное время. И когда мы с вами об этом говорим, мы должны понимать, России объявлена война, война информационная, но она может перейти в гибридную. В данном случае у них не получается, потому что они пытаются, кроме информационной войны, навязать и открытую войну, но мы же в Новороссию не втягиваемся. Есть там люди, есть там добровольцы, там оказывается помощь и так далее, но вот Россия не втягивается. И когда вот не очень до конца умные должностные лица или там какие-то политически выставленные люди говорят, что там 12 тысяч, 15 тысяч русских солдат, они даже не представляют, что это там около 10 бригад общевойсковых с точки зрения современной вооружения и подготовки, но сравнивая их с вооруженными силами Украины, это несопоставимые вещи. Это несопоставимые вещи. Это чемпион, который вышел против новичка, который только вчера записался в секцию. Разве можно делать? Может быть, завтра этот новичок и будет каким-то своим чемпионом, но ему надо еще дорасти до этого. Понимаете? И, к сожалению, вся эта риторика, она очень интенсивно выходит на внешнее употребление. Там идет полная дизель информации и так далее. А то, что говорим мы, об этом же никто не слышит и не знает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok